В сегодняшней программе. Мы хотим иметь не только доктрины, но и переживать реальность Божьего присутствия в нашей жизни. Мы призваны к настоящим отношениям с Богом. Бог желает, чтобы мы не только читали в Библии о том, что Он сделал для других людей. Он страстно хочет, чтобы мы имели такие же переживания, а именно, божественное, сверхъестественное пребывание с нами. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Божие благословения, шалом вам, возлюбленные, меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса». Мы хотим иметь больше Божьего присутствия в нашей жизни, и поэтому я начал серию программ под названием «Божие сверхъестественное присутствие». Если вы любите Бога, то хотите переживать больше Его в своей жизни. Его пребывание сверхъестественно, потому что оно приходит к нам через Его Дух, который по определению является сверхъестественным. Мы говорим на эту тему уже несколько недель, и если вы пропустили какие-то выпуски, то посмотрите их, потому что в них говорится об основополагающих вещах. На прошлой неделе мы остановились на том, что иногда верующие, которые очень сильно жаждут ходить с Богом и знать Бога, могут быть разочарованы, если ожидают пережить Его и Его водительство через то, что происходит снаружи. Сатана тоже есть в мире, и он может подделывать какие-то знаки и так называемые подтверждения от Господа. Хочу привести пример того, что может произойти, если человек не обращает внимания на внутреннее свидетельство Святого Духа и руководствуется только внешними обстоятельствами. Возможно, многие из вас узнают в этом примере себя, потому что я часто слышу подобные истории. Недавно я прочел историю одного человека, который много лет проработал на обычной работе, но последние несколько лет у него было чувство, что отец призывает его в служение полного времени. Он не хотел оставлять работу и переходить в служение, потому что не доверял Богу в вопросе финансов. Он думал, если я уйду с работы в служение, то не знаю, будут ли покрыты все мои нужды и что со мной будет. И несколько лет он не слушался Господа. Но со временем он сдался и принял решение оставить работу и пойти в служение. Знаете, что с ним произошло? Как только он решил уйти в служение, на работе ему предложили серьезное повышение. Он мог бы зарабатывать значительно больше денег. Предложение было очень заманчивым, и он мог бы подумать, «Это повышение — это подтверждение от Бога, что мне нужно остаться на работе». Но вместо того, чтобы обращать внимание на происходящее во внешнем мире, принимая это за подтверждение от Бога, он прислушался к внутреннему, сверхъестественному голосу Духа Святого. Он оставил работу, пошел в служение и оказал огромное влияние на мир через Евангелие. Как видите, вы не можете руководствоваться только своими обстоятельствами, иначе вас собьют с пути ложные знаки. Дьявол также действует в мире, и он способен обмануть избранных. Давайте продолжим говорить о том, как важно быть уверенными, что Иисус живет внутри нас, а также научиться тому, как быть чувствительными к внутреннему свидетельству Святого Духа. Лично я называю это интуитивным слушанием. Вы начинаете обращать внимание на то, чувствуете ли вы мир в данном вопросе или нет. Вы понимаете, что то, что вы чувствуете, зачастую верно. Я говорю «зачастую», не потому, что иногда Дух Святой не прав, а иногда прав, а потому, что мы всего лишь люди, и иногда мы можем неправильно все понять. Порою мы можем что-то неправильно истолковать, но когда мы обращаем внимание на то, что Бог делает внутри, если мы чувствуем мир, значит, это «да». Это четкое слово «да» внутри нас. Нужно обращать внимание на внутренние свидетельства, чтобы не быть перегруженными внешними проявлениями. Если мы обращаем внимание на внутренние свидетельства Святого Духа, тогда мы будем успешно вводимы сверхъестественным божественным царством. Иоанн писал «вы имеете помазание от святого и знаете все». Ключ к лучшему пониманию сверхъестественного божественного царства в нашей жизни – это понимание тайны, которую Павел открыл нам в послании к Колоссинам, а именно понимание о том, что Христос живет, Он находится внутри нас. Помните, в предыдущих программах я рассказывал о вещах, происходящих в мире, которые мешают нам осознать эту истину. А сейчас я хочу дать вам практические советы, которые помогут вам лучше осознавать пребывание Духа Божьего в вас, если вы чувствуете, что Дух Святой с вами, это очень хорошо. Но также я хочу заметить, что вы должны развивать это хождение с Богом, с Духом Святым каждый день, и тогда сам Бог станет для вас реальностью. Кто-то сейчас смотрит нас и чувствует сильное желание отдать свою жизнь Богу. Вы чувствуете это, потому что Бог любит вас. Он живой, и вы чувствуете Его Дух, который хочет привлечь вас к Нему. Бог Отец так сильно полюбил нас, что послал Иисуса в мир, чтобы привести нас к Себе. Иисус сказал, «Есть путь, истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, кроме как через Меня». Отец любит вас. Он создал вас, и Он хочет привести вас в ваше предназначение, которое можно найти только в Нем, если вы чувствуете, как Дух Святой подталкивает вас к тому, чтобы вы отдали свою жизнь Иисусу, то я прошу вас, не сопротивляйтесь Ему. Если мои слова касаются вас, то опуститесь на колени. Это не обязательно, но так вы сделаете этот момент более памятным. И сейчас я прошу вас отдать свою жизнь Иисусу Христу. Просто скажите, «Отец Небесный, я верю, что Ты любишь Меня, и что Ты послал Иисуса умереть за Меня. Я принимаю решение прямо сейчас ответить на Твой призыв в моей жизни во имя Иисуса. Иисус, прости Меня. Я верю, что Ты умер на кресте за Мои грехи. Войди в Мою жизнь и спаси Меня». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, то с вами произошло нечто сверхъестественное, а именно, вы родились свыше. Воспользуйтесь информацией, которая сейчас на экране. У меня есть материалы, которые я хотел бы передать вам. И если вы произнесли эту молитву, то вы приняли самое важное решение в своей жизни. Я люблю вас. Но самое важное — Бог любит вас. Вернемся к нашей программе. Что вы можете сделать, чтобы подключиться к этой сверхъестественной реальности? Вот вам некоторые шаги. Во-первых, вам нужно отойти от мира. Во втором послании Коринфянам 6 главе 17 стихе сказано, «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас». Иными словами, если мы хотим войти в большую реальность Бога, то нам нужно отойти от мира, разорвать связь с тем, что снаружи. Для некоторых из вас это шапоголизм. Вы постоянно ходите в торговый центр, чтобы купить, ну, хоть что-то. Вы делаете покупку, и это поднимает вам настроение на несколько часов, дней, или даже месяцев. Но вскоре вы снова чувствуете ту же пустоту, что и до покупки. Для некоторых из вас это Facebook. Исследования показали, что когда мы получаем сообщение, это запускает внутри нас какой-то механизм, который заставляет нас чувствовать себя хорошо, и мы можем пристраститься к такой стимуляции со стороны соцсетей. Многие люди сегодня зависимы от этого. И у одной женщины в нашей церкви было видение. Она увидела человека, из души которого выходили небольшие антенны. Эти антенны соединялись с внешним миром, с Facebook, СМСками, Инстаграмом. И чем больше времени тот человек проводил в соцсетях, тем больше антенн выходило из его души, проходило через его разум и входило в псевдореальность. И со временем из души того человека выходило множество антенн, соединяющих его с Facebook, Instagram и многими другими подобными вещами. И он уже не понимал, что происходило в его душе и что делает Дух Святой. Бог вложил в человека свой дух, но вместо того, чтобы помнить об этом, человек был сконцентрирован на тех антеннах и утратил человеческое обличие. Именно это делает с нами окружающий мир. Он лишает нас человеческого обличия. Мы становимся безликими. Все эти вещи мешают нам быть чувствительными к сверхъестественному Богу в нашей жизни. Если же мы хотим быть водимыми Духом Святым и переживать Бога, то нам нужно, как сказал Павел, отойти от мира. Как это сделать? Мы устанавливаем границы. Мы не спим с телефоном под подушкой, чтобы не пропустить сообщение, которое может прийти к нам в три часа ночи. Мы не должны первым делом проверять утром телефон, чтобы увидеть, кто написал нам сообщение. Мы отходим от мира. Отделяем себя для Бога. Нужно установить границы. Мы можем использовать технологии и соцсети, чтобы общаться с друзьями и близкими, но мы не позволяем им овладеть нами. Мы выходим из мира и устанавливаем границы в нашей жизни. Самое простое решение, так это не проверяйте первым делом телефон, когда проснетесь, а проведите время с Богом. Сделайте себе чай или кофе и пойдите в специальное место, которое вы отделили для молитвы, и проведите время с Богом. Слушайте прославление. Читайте Слово. Читайте другие книги, вдохновленные Господом, и это поможет вам войти в сферу сверхъестественного. Начните свой день с того, что поставите Бога на первое место. Не делайте себя рабом этого мира. Отойдите от мира. Об этом же принципе говорится в еврейском писании. Во-вторых, перестаньте бежать. Почему? Многие из нас бегут ко всем этим вещам в мире, будь то соцсети, шоппинг или отношения, некоторым из нас постоянно нужно говорить с кем-то. Мы не можем оставаться наедине с собой. Почему мы это делаем? Потому что бежим от внутренней тревоги. Мы бежим от самих себя, чтобы скрыть тревогу, страх и смущение внутри. Мы пытаемся прикрыть все это и замаскировать какими-то мирскими вещами. Это очень похоже на то, что сделали Адам и Ева, когда они согрешили. Как только они согрешили, их отношения с Богом были нарушены. Они вдруг почувствовали неуверенность в себе. Они почувствовали себя сбитыми с толку и весьма напуганными. И что же они сделали? Вместо того, чтобы прийти к Богу, они попытались убежать от своих чувств и прикрылись смоковными листьями. Реакция Адама и Евы на их чувство незащищенности была странной. Им стало некомфортно в собственном теле. Они же и до этого были ногими. Им было комфортно. Но когда они согрешили, от этого им стало некомфортно. Изменилась точка зрения взгляда на себя. Изменилось их мышление. Давайте прочтем эту историю в книге «Брешит» или «Бытие». Третья глава. Седьмой и десятый стихи. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И вызвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Реакция Адама и Евы на их чувство незащищенности была странной. Им стало вдруг некомфортно. Они ощущали полнейший дискомфорт. А что они сделали? Они решили бежать. Они думали, что смогут убежать от этого чувства. Они попытались его прикрыть листьями смоковницы. Сегодня мы делаем то же самое, но не с фиговыми листьями, а с помощью телевидения, постоянного общения с разными людьми. Но вот в чем проблема. Все это не работает. Куда бы вы ни шли, вы не можете уйти от себя. Вы не можете убежать от себя. Поэтому нам нужно перестать бежать, прислушаться и вернуться к Богу, как сделали Адам и Ева, когда Господь начал их искать. К сожалению, они не могли вернуться к Нему. А мы сегодня можем это сделать. Но Господь открыл им, что они могут уйти от этого, только взглянув Ему в лицо. Мы говорили о том, что нужно отойти от мира. Затем нужно перестать бежать. А следующий шаг – это быть спокойными перед Господом. Остановитесь и познайте, что я Бог. Так написано в 45-м псалме. Нам нужно успокоить свою душу. Давид сказал, «Но смирял и успокаивал свою душу, как ребенка, отнятого от материнской груди. Я успокаивал душу свою». Мы должны успокаивать нашу душу. Нам нужно перестать волноваться и прикрывать свои чувства. Нам нужно проводить время, сидя перед Богом. Да, это некомфортно. И нужно себя дисциплинировать. Но это единственный способ стать целостными. Это единственный способ, как Отец может заложить в нас свое основание. Пока мы бежим и пытаемся прикрыть свою наготу, мы не сможем стать целостными. Нам нужно перестать бегать и успокоиться перед Господом. В древнем мире люди могли успокоиться, потому что тогда не было столько всего вокруг, отвлекающих факторов. Когда Давид был пастухом, он научился быть Вадимом Духом Святым, потому что знал, как успокоиться перед Господом. Много лет назад Бог проговорил ко мне во сне. Во сне я был в простой комнате. В ней не было ничего, только простой стол, один стул с одной стороны стола, другой стул с другой стороны, и открытое окно, через которое можно было смотреть наружу. Очень простая обстановка. Я сижу за столом, а напротив меня сидит кто-то еще. Я знал лишь то, что этот человек был хорошо мне знаком. Я не видел его лица, но чувствовал, что напротив меня сидит мой хороший друг. И во сне я понимал, что сижу в этой комнате за тем столом уже долгое время. Мне было очень сложно усидеть там. Мне сложно было сидеть спокойно. Я посмотрел в окно и захотел уйти из той комнаты. Я хотел выйти наружу и что-то сделать. Как только я собрался выйти из комнаты и сделать что-то, потому что мне было сложно усидеть спокойно, Дух Святой сказал мне, «Человек, сидящий напротив тебя, знаком тебе. Это мой сын Иисус. Если ты останешься с ним и не будешь пытаться убежать в попытке сделать что-то, если ты успокоишься и будешь смотреть в лицо моему сыну, ты станешь целостным». И я хочу сказать вам то же самое сегодня. Все, кто смотрит нас ныне, хотят переживать больше сверхъестественного от Бога, больше самого Иисуса. Мы хотим сильнее переживать Духа Святого, но это не может произойти само собой. Если мы постоянно убегаем в мир, нам нужно отойти от мира, противостать и убежать от всего, что не от Бога. Сесть перед Богом и успокоиться. Если вы будете практиковать эти вещи, то произойдет сверхъестественная трансформация. Истины, которыми я делюсь с вами, я не прочел в книгах. Я сам начал практиковать их более 20 лет тому назад. Я хочу, чтобы вы знали, что этот процесс медленный, болезненный, но вещи, которыми я делюсь, реальны, сверхъестественны и абсолютно действенны. Бог желает делать в вашей жизни значительно больше, чем то, что вы переживаете сейчас. Но для этого вам нужно сотрудничать с Духом Святым. Павел сказал, что дисциплинировать тело, конечно же, полезно, но дисциплинировать Дух еще полезнее, потому что это благословит не только ваше будущее, но и настоящее. Ключ к лучшему пониманию сверхъестественного Божьего в нашей жизни — это понимание тайны, которую Павел открыл нам в послании к Колоссинам, о том, что Христос живет внутри нас. Возлюбленные, давайте следовать за Ним и делать нашу честь работы. А напоследок я хотел бы дать вам самое красивое Божие обетование о том, что бывает, когда мы почитаем Бога своими финансами. Я прочту притча, 3 глава, 9 и 10 стихи. Откройте свое сердце и послушайте эти слова. «Чти Господа от имения Твоего, и от начатков всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином». Это обещание. И когда мы почитаем Господа своими финансами, Он отвечает на это сверхъестественным благословением наших обстоятельств. Если вы верите в это, и если вы чувствуете, как Дух Святой стучится сейчас в ваше сердце, то сделайте свое лучшее приношение Господу через наше служение. Спасибо за вашу помощь. Я люблю вас и Божьих вам благословений. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Равин, я сегодня приняла Иисуса, и я хочу поблагодарить вас за ваши молитвы, за меня и мою семью. Я была потеряна много-много лет, но после того, как я какое-то время слушала и смотрела ваши проповеди, я наконец-то увидела свет во тьме, который я позволила поглотить меня. Впереди меня ждет долгий путь, и я буду стараться всеми фибрами своей души читать и понимать удивительное Слово Божье. Огромное вам спасибо, Джоди из Северной Каролины. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. С самого начала человечество стремилось познать истинную природу реальности. Соединение с нашим Творцом Его сверхъестественной силе — это вершина человеческого существования. Пропитайте свою жизнь Его сверхъестественной силой. Ожидание и переживание сверхъестественного может стать обычной жизнью для вас. Именно так Бог хочет общаться с вами. В книге «Переживание сверхъестественного» Равин Шнайдер поможет вам открыть много способов того, как вы можете жить сверхъестественно. Закажите свой экземпляр этой книги прямо сейчас. Тысячи лет назад Бог сказал Моисею и Аарон «Произносите это благословение на мой народ, и тогда Мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. «Я верехе Яве ва ва ешмар еха я ер яве панав елеха ви ху на еха Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok